Всем привет! И ты попал на канал Вилка, а это значит, что нужно ли тебе что взять печеньки и готовиться к лучшему времяпрепреждению за день. А мы продолжаем с тобой галактический футбол. Третий сезон, одиннадцатая серия. Соответственно, что? Много новостей, футбол начинает выходить тоже на ютубе, потому что страйк сняли. У нас здесь, короче, вторая лампа стоит. Вот сет странно теперь. Вот всегда сет стоит, а теперь сет стоит. Не знаю, будет ли заметна разница, стали ли мы более сбалансированные по свету, потому что обычно у нас вывозила одна лампа, а теперь еще и с той стороны лампы. И вроде бы как бы две, должна быть картинка повкуснее, получше. Вот. Соответственно, что еще? Все, давай начинать. Давно не снимали футбол. Футбол давно? Ну как давно? Раз в неделю-то он выходит стабильно. Зуб себе сделал, короче. Зуб починил. Теперь мой лук стал более голливудской. Вот. Ну и такой дискомфорт, потому что... Не то, что мы тут сидим с тобой. Ну, этот, а... Ну, короче. Не, 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 это дискомфорт. Как будто, знаете, другой зуб, он по-другому ощущается. Как будто бы вот, ну, не к месту вообще. И там и щель сделали поменьше, и все вот это. Короче, пока что вот хожу целый день. Такой дискомфорт, так непривычно, так неудобно. Как будто чужой зуб не вставили, если честно. Да, чужого человека сняли и... Да и там я видел, они гипсовым мазюкали, чтобы мне его туда вот напихать. Ладно, все, смотрим. Волшебная энергия потока присутствует на каждой планете нашей галактики. На каждой присутствии. На Кельяне ее называют дыханием. Мощь потока такова, что применение ее разрешено только в галактическом футболе. Самом зрелищном виде спорта. Завоевав два галактических кубка подряд, игроки команды Сноукидз стали настоящими героями. В футбольную лигу влились новые команды. Был организован межпланетный турнир. Как все эти перемены скажутся на команде Сноукидз? Ведь впереди еще много испытаний. Галактический футбол. Так, напомни, что было в предыдущих сериях. Введите весь остаточный мультипоток в ядро парадизии. Немедленно. Я знаю причину твоего интереса к команде. Ты ведь своего никогда не упустишь, верно? Момент истины! Ваша семья! Что? Взгляни и все поймешь. У нас был сын Синет, однако мы с ним разлучились. Не волнуйтесь, все под контролем. Вы уверены, что ядро выдержит? Я повторяю, вам не о чем беспокоить. Десять минут уже предотвращаясь. Это Магнус Блэйд. Магнус Блэйд? Так это и есть студион-арена. Здесь используют поток игроков. Посторонние, не с места, вы окружены. Вон туда, посмотри, за ней. Так-то нормально рассказывают. Ну да. Все, прям все. Мне кажется, все, что было на этой серии, все объяснили. Можно было все эти десять серии не смотреть, сразу сюда выходить. Одиннадцатая серия. Финальное сражение. Ничего себе! Куда это мы попали? Красные тетки. А кто там? А кто там? Там поток. Поток. И он с тобой резонирует? На парадизии творится что-то странное. Планета снова обрела силу потока. Не может быть. Это же невозможно. И как нам быть? А что, они не чувствуют, что ли, типа, как вот эксперты своего потока, что это какая-то ненатуральный поток, что это смесь. Вот, типа, одно дело покупать нормальную водку, а другое дело паленку. И ты когда пьешь паленку, ты чувствуешь, что это ненормальная водка. И мне кажется, они должны такие тоже... Нет, это, конечно, какая-то смесь попочная, мы такой не принимаем. Для меня вообще этот совет очень странно. Вы бесполезны. Они какие-то... Да, они сидят, они такие... Поток чувствую. И ничего с этим не делают. Они просто как сидели в своем кабинете, летали там на своих шарах. Вот у этих шарах. Нет, главное, как Рокет где-то использовал поток, все, они узнали, кто, где, зачем, почему, какой поток, туда-сюда. Да, окей, здесь какая-то лютая паленка на всю планету. Вот прям вся планета паленкой заражена. Они такие, что-то странно. Очень странно, но ничего с этим делать не будет. То есть маленький Рокет они почувствовали, а огромный поток в планету они не почувствовали. Меня это тоже убивает. И вот они не чувствуют эту смесь. Там взорвали потоком планету, они такие, нет, это не Блэйлок. Это Санька по-любому вообще там за своими ракетами сделал. Вот такие странные, я не знаю. Симба, и как такое возможно? А, парадизий, никто. У Симба, и спрашиваю, да? Симба, и у нас, ты вот тоже не у той спрашиваешь. Она до сих пор не сказала, что у Ахита 42 темперах. Два сезона прошла. Ничего не знает. Были подземные толчки, но лорд Феникс успокоил общественность. Быть может, ему что-то известно о возвращении на планету потока. Всё это очень подозрительно и не оставляет нам выбора. Вылетаем туда немедленно. Вылетаем. Выходим из своей комнаты. Он такой, он настолько привык летать, он такой, блин, а как ходить? Что? Слышите, куда вы подевались? Ребята, где вы? Заблудился, что ли? Здесь себе не футбольное поле. Сони Блэк Бонс? Ух ты, вот так встреча. В общем, вот как всё было. Ну не в такое позднее время, наверное. Эй, там, открывайте. Слышите? Открывайте, это хуже будет. Да успокойся ты, никто. Как всегда, как всегда. А теперь пора сматываться отсюда. Нам сюда, скорей. Плывем туда. Туда-туда. И ребята там пропали. Ясно? Сони, смотри. Это очень вовремя. Вперед. Как всегда, вовремя эти двери закрываются прям вот в нужный момент. Я тебя сменю. А ты кто такой, заморыш? Да тебя ещё не собрали, когда я в войне потока бился. Чиканно. Отлично, Харви. Молодец. Знаете, как в Футурами есть Бендер, у которого профессия сгибатель. Он тоже постоянно у него же, но он должен на производстве стоять и сгибать трубу. И когда дело доходит до драки, он тоже там кого-нибудь берёт и сгибает. Привычка. Так его. Так и Харви. Харви, погоди. Тайная лаборатория. Здоровая. Это всё Магнус. Один бы он такое не потянул. Нам сюда. И не звука. А резервуары для чего? Для мультипотока. Надо же, какой объём? Где они его взяли? Выкачали со стадиона Арена. Как? И куда он теперь делся? Не знаю. И зачем Магнусу стоять? У Сани, как всегда, просто все ответы. Сани пришёл, увидел и сразу всё понял. Не, ну тоже, как бы, можно сделать на это поблажку. Всё-таки он столько лет на техноида работал и сам придумал мультипоток. Ну да, он супер ровный, но реально ему вопрос, какой они зададут, он всегда, это вот это, это то, это всё. Только, что же такое он замыслил? Напрасно! Старушка ждёт сына домой. Ей скажут. Она зарыдает. Беннет. Посторонние. Уводи всех с Беннетом и Арти. А когда вернёшься, мы тут закончим. Сани, живее! Один против всех, как всегда. А волны бегут от винта за кормой, и след их вдали пропадает. Премного благодарен. Я тоже, потому что поёшь ты ужасно. Сони в беде, быстрее. Главное, все бегают, а Сони один сражается, мне Сони жалко. Так он всё, он ответы на все эти вопросы знает, сам всех убеждает. Так это получается, мультфильм называется не галактический футбол, а переключение Сони Блэк Боунса. Да. Нифига себе, у тебя лазер какой жёсткий. А чё никогда так не делал? Он вообще агрессивный шокол. Спасибо. Беннет, ты с Арти уходишь с ребятами, возьмите мини-подлодку. А вы тут не задерживайтесь. Можно я разобью эту штуку? Взрыв будет Арти. Вот именно ты чё не умный? Это мультипоток. Надо уничтожить оборудование. Мультипоток трогать ни в коем случае нельзя. Ладно, извини, я же не знал. Пошли. Мультипоток нам забрали. Я в подлодках ещё не бывал. Макро Айс. Прибереги пыл, блин. Макро Айс. Микро Айс. Майк Райс. Майс. Айс, блин, как его сейчас называли там. Наш... Макроэкономика пошла у нас. Макро Айс. Вот причём была микроэкономика, а стала макроэкономикой. Да, да. Макро Айс и Макро Айс. А ну да, кстати, в универе и идёт. Сначала микро изучают, а потом макро изучают на втором курсе. Поэтому это нормально. Буду его называть Макро Айс теперь. Мне нравится. Мне больше нравится Майк Райс. Согласно распорядку, вам надо быть в постелях через шесть минут. Отстань. Поэтому я приготовил для вас кровать, которая лежит в кармане, такой достаёт. Ложитесь. Просто закрывать лавочку. Устанавливаем заряды. Разумеется. Вы в любом компьютере шарите. Корс, а ты что? Я всегда шёл за тобой, Соня. Но могу ли я тебе сейчас верить? Можешь. Да? Я промолчал про Магнуса, потому что не был уверен. Так что сам решай. Ну, про потом, что промолчал, видишь? Сколько у нас времени? Секунды три. Три секунды и буреви, нормально. Ну, вот тоже, да, они говорят, главное, если поток ударить, он взорвётся. Потому что это нестабильная субстанция. Но они сейчас рушат технику, которая вся искрит, типа такая. Рядом с мультипотоком. Да, даёт какой-то импульс. Мне кажется, любой импульс на мультипоток и опять взрыв. То есть это как-то небезопасно они делают. Соня, не надо. У меня на Магнуса тоже аллергия. А ты что хочешь с ним мутки мутить? Все хотят с ним мутки мутить. Что это такое? Макро Айс! Макро Айс! Один снимок, а нужно автограф. И мне, пожалуйста, ваш автограф. Стоп, стоп! Всем всё подпишу. Никого не обижу. И вот так? Нормально получилось? Мама! А ты откуда? Да уж не ради автографа. Ты что тут делаешь? Ты понимаешь, там без тебя сейчас кафешка загнётся. Май. Реально. А она наконец-то в отпуске. Она всегда работает, когда у них матч. Да, и переоделась. И переоделась, да. На кого ты похож? На твоего сына? Ты мать скажи, как его правильно зовут? Мама есть мама. Сами понимаете. Это правда. Готов бы звала, а никто не знал. Не хватает чего-то в команде без Мэй, Джока и Юки. Особенно без Мэй, если честно. Те игроки приходят и уходят. Когда-то у вас Марк был новичком, а теперь вот Лунзия. Ты не заболела? Нет. Это после ночного купания. Так не надо ночь купаться. Купаются, потом тонут. Но это тоже, ну и тонут. Арчи и Ортегар. Были в ночи, знаешь, сколько ночи людей, которые так вот, сейчас говорит, искупайся и передаю, не возвращаются. Миллионы практически людей таких, которые балуются по ночам и не приходят. Я знаю. Только молодые. Какими вы их когда-то знали? Ох уж эти тренажёры. Да и побыть молодым было бы неплохо. Ух ты. Виноват. Ты и так не стар. Ну а как вообще команда? Совсем не то, что было раньше. Что-то ушло. Какой-то огонёк. Да и я никак не оправлюсь. Что с тобой такое? Да ничего. Правда, мам. Я тобой так горжусь, Мэй. И все твои мать... Прикинь, был бы у них сюжет, как у папиных дочек. Сначала мать непонятно где шлялась, вернулась. Потом батя бы тоже свалил такой, и мать бы одна была сроки. Я смотрю, ты у меня настоящая звезда. Я, конечно, этого Синеда не знаю, но тут уж ты сама решай. Да, мама, всё хорошо. Что-то с родителями, и у всех какие-то мутки-замутки, да? Ну вот видишь, скоро вы выиграете турнир, и все эти ужасные Сноу Кидс навсегда останутся в прошлом. Да, наверное. Ужасные Сноу Кидс. А вот эти вот, конечно, Шэдоус, они прям выглядят как кучка добрых и невинных персонажей. Ну, мне кажется, Шэдоус — это в характере мамки. Она такая же. Ну да. Возможно, возможно. Не выглядит как добрый персонаж. Возможно, это просто скрытая сюжетка, какой-нибудь запретный, знаете, комикс, который никто никогда не читал и не раскрывал, но он есть. В котором, на самом деле, мамка Мэй, она тоже Шэдоус. И она всю эту жизнь носила маску на лице, чтобы Мэй думала, что ее мама — человек. Но Мэй тоже наполовину Шэдоус. Но почему-то в ней, видимо, ДНК человека, то есть ее отца, а не больше. Поэтому в ней не видно этих черт Шэдоус. Но внутри она тоже такая темная. Поэтому она и примкнула к своему футбольному клубу. Я всегда это тянула вот так. Раскрутил. Да, нормально. Послушай, мне пора, как, а поговорить, почему вообще-то? Мэй, 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 Мэй. А еще не надо было звонить. Только настроение себя испортило. Да брось ты. Это же мама. Она тебя любит. Без родительской любви гораздо... Сейчас скажет, родители важнее всего туда-сюда, потому что у меня тоже родители появились, никогда их не было. Синет, я... Проехали. Мэй! Какая встреча! Добрый день, Майя! Это... Книловка. Да ладно, что? Они же не мути, ну они мутили, ну и у них же ничего серьезного не было. Да и тем более, что они друзьями разошлись. Он манг-то вещь нормальный, вроде не токсичит на нее, типа, фу, Мэй, ты такая вообще фу. Фу, с Синетом. 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 Нет, мне кажется, не подходит друг другу больше, чем Джон. 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 Джок. Джон из Бразерс какой-нибудь, да? Джок. Синет. Синет? Это Майя. Мама Джока. Да? Очень приятно. С Синетом, а вы как это не знакомы, если вы вообще с одной планеты? Ты вообще с Джоком там дружил? Мама, мне кажется, уж видел его не раз. Тоже странно. Огрок отличный игрок. Чё, я ребёнок? Это вот родители. Ваша семья. Подожди, это похоже, нет? Так, такой модный, с таким модным причессоном и красные волосы. Смотри, грустят. Ну, не, не похоже. Вот и фиолетовые волосы. Нет, это не у родителей. И причессон немодный какой-то. Она сейчас скажет, что это не твои родители. Так она так не скажет, она всегда молчит. Она когда видит что-то плохое, она такая, не плохое, я не говорю. Она, знаете, типа, гадалка, которая всегда с ним только хорошие говорит. Поэтому к ней ходит. Семья! Не, а можно, а можно, а можно она такая скажет, типа, это не твои родители, поэтому вот возьми яйцо, будет твоим оберегом. А что случилось? Сказывается, что-то я на ногах не стою. Ну, понятно. Пойду в номер, прилягу. Ведь ты счастлива. А его страны, она. Устал человек. Надо все ему рассказать. Аж вспотело. А он взлетает все выше и выше. Все, думаю, не видать нам его больше. А к игре-то вы подготовились? Родительский день. Да, гоняем до седьмого пота. Тренеры нам расслабляться не дают. Кстати, об игре. Нам пора. А папа где? Папа занят важными делами. Охита, вперед. Нормальный бойц. Кажется, мы уже играем. Это рокет? Нет, это другой, другой, другой. А, типа, похожий. Разделалка там. Но ведь... Рокет, Тия, а это мой... Она просто... Это так смешно сейчас. Где там? Даже не знаю. Знаешь, когда тебе кто-то нравится... У нас просто такие друзья есть. Которым там кто-то нравится, но с ними они быть не могут, поэтому они находят себе прям таких же. Одинаково. Да. Ну, нет, они разные. Этот ботинки носит хотя бы. У того, вон, три пальца на ноге, судя по всему. Прическа разная, лица, цвет кожи. Вот так уже с спиной и похоже было. Ну, было похоже, да. А что ты такой рокет? Да я больше от него по прическу и цвету кожи. Алло. Алло. Вот такой телефон занят. Ну, Куба. Ну, Куба. Там пишут. Куба. Приятно познакомиться. Но не буду вам мешать. Кому питью не дал. А я как дура, ее ревновала. Вот именно. Да ладно тебе. Как дура, ты вообще, конечно. Нас смотрит вся вселенная. Прямой репортаж с парадизией. С вами Келли и Норк. Что расскажет Норк? Привет всем любителям футбола. Матч, который мы все с нетерпением ждать. А он может эти усики свои побрить, интересно, которые торчут на его лице? Чуть-чуть разражает? Нет, мне просто интересно. Это вот как вот... Вот у него растет щитин. Не знаю просто, растет у него или нет, но предположим, растет. Прикинь, эти усики, они являются как щупальца, да, на его теле. То есть часть его кожи. Он не может их сбрить. Смотри, прикинь, он такой привод должен как-то... Он должен натягивать и обрывать ее с каждой стороны. Потом следующую такую щупальцу, типа. Это так неудобно как будто бы, да? Ну, может, кремом пользуется. Сноу-Кидз против Парадизии. О-о-о, ну я за Сноу-Кидз, как бы. Особенно учитывая соперничество между Джоком и его бывшими одноклубниками. Одноклубниками. Я могу только предположить, Норк, что ты прав. Сноу-Кидз наверняка не простили своему бывшему капитану внезапный уход в Парадизию. Хотя, с точки зрения карьеры, переход может сослужить Джоку неплохую службу. Посмотрим. Посмотрим и скоро уже уйдет. Почему с точки зрения карьеры это может сослужить ему хорошую службу? Ну, потому что у него есть разный опыт, наверное. Или если он бы ушел, а потом бы его команда выиграла, то все бы думали, ого, выигрывает та команда, где Джок, значит он супер игрок. Идем на стадионе арена. Ребята, прошу всех забыть, что против вас играет Джок. Это просто соперник, которого необходимо переиграть. Местный дурачок. Но не забывайте об остальных. Это сильная команда и очень сложная. Постарайтесь не пропускать пасы Джоку и Нике 4. И поактивнее в атаке. Марку просто тоже не нравится, что Микроэс называет мужем Ака Райс. Что он такой, типа... Ты кто вообще? Сегодня мы начали пораньше. Прости, что я не сказал тебе. Я хочу сказать еще пару слов. Ой, да? Прости. Специально не сказал. Сейчас, Мария, скажет, ты уходи отсюда, ты не в нашей команде, смотри. О дружбе. О товариществе. В общем, дружба – это главное. Если между вами не дружба, то и шансов у вас нет. А теперь идите и вышибите из них дух. Вперед, снова, вперед. Точно, хорошо сказала. Ты меня кое-чему научил. Спасибо. Ну ладно, нормально, ладно, помирились. За это лайк, за это вообще молодцы. Хотя Артегер мне, конечно, в первом сезоне не нравился. Ну и справился. Две лучшие на сегодняшний день команды. Парадизис. Я думал, они скажут два лучших на сегодня нападающих. Там еще их приблизили. Я думаю, сейчас расхвалят. Я согласен, Келли. Недавно сформировано. Так жопки показывают. Нет, это не надо. Сжег проявили себя. С другой стороны, пожалуйста. С самой лучшей стороны. Я же говорил, что скоро встретимся. Мы больше не друзья. Помни об этом. Ладно. Как скажешь. Но Сноу Кейтс я раздавлю. Помни об этом. Иллюминейтед. Джок и Ники-4 неудержимо рвутся к воротам Сноу Китс. И так, дуэль между Ахито и Джоком. Убшие эти супергеройские полеты. Ну Ахито! Тебе за что зарплату платят? Мяч в сетке ворот Сноу Китс. Парадизия 1. Я в первом сезоне лучше всего играл, да? А дальше у него уже... Но потом он болел, а сейчас он, короче, постарел, судя по всему. Китс 0. Неудачно для них складывается начало. Молодчина, Джок. Ничего хита. Не бери в голову. Это был трудный мяч. Хорошо. Парадизия перехватывает мяч. Ники-4 начинает новую атаку. Ну он бил, а ну это легкий мяч. Давайте соберемся уже. Нет, подожди, это первый тайм, это классика. Классик, проигрывай. Вау! И мяч снова в воротах. Преимущество на поле. Она такая... Предательница, да? Она всегда говорила, я за Сноу Китс, Тол Китс. Лучше я сейчас такая, вау, классно. Слышь, ты? Я на пользу команды Парадизия. Мы тебя больше не пустим на Акиляны. И тебя. Счет Парадизия 2, Сноу Китс 0. Да что же это? Ничего не попишешь. Парадизия играет лучше. Не согласен. Надо менять настрой и начать с Рокета. Каков капитан, такова и команда? Симбаи, как его самочувствие? Он выдержит? Рокет пока в норме, Арч. Но ему следует избегать нагрузок. Да я верю, они отыграются. Я верю, они должны Парадизию унизить. Унизить. Уники 4 забираем мяч. Это прием мы, не повторяй его. Так, ну, Рокет, ну! Рокет, нам нужен гол. Гол, Рокет. Сыграй сам. Покажи команде пример. Давай, давай, давай. Показывай пример. Давай, Рокет, ты можешь. Вот, правильно. Так, ага, обманул. Ну! Игол. Рокет, а? Как это было в Неверболе. Ну ладно, все, молодец. Вдохновились. 1-2. Собрались и еще надо забивать. Я сказал, ты бессилен. Сноу-кидс забивает свой первый мяч. Скажешь, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Вот опять повторы пошли. Какая была? Ну вот, когда ей забили, и она такая. А, да, да, я оттуда брала уже. И вот становится 2-1 в пользу Парадизии. Какие мы внимательны. Минутку, похоже, что-то случилось. Рокет, ты не беременна, не притворяйся. Встань и играй. Симбай. Он на слаб, но не критически. Рокет, заменить тебя неким. Понимаю. Все нормально. Марк, тебе и Майкро Айсу надо выложиться до конца. Те, тебе тоже. Всей команде страховать капитана. Спасибо, тренер. Ну, его можно как бы, он же в защите вообще стоит там. Нет, в полузащите. Пусть стоит там в полузащите, как бы отыгрывает свою роль. Пусть не бегает прям активно. Пусть другие бегают. Он будет там так на подсосе стоять. Нормально. Слышал, Майкро Айс? На нас вся надежда. Спорим, я первый забью. Нападение, хватит болтать. Ну, нападение, вы почему не нападаете? Матч продолжается. Давайте, давайте, нападение, давайте. Пару секунд осталось. Две минуты матча, ну. Я открыт. Ты закрыт, уйди вообще. Так, ты говорил, опять Никит 4. Это Никит для нас было. Так, Майк, ну, нападение. Майк, пас! Так, от Майза нужен гол. От Майза нужен гол. Очень важно. Так, этого обводим, ладно, Макка. О, он даже Джока обвел, кто не обвел, вот этот забрал. Так, Майз, давай. Твоя очередь забивать, Майз. Ну, Майз, твоя очередь, Майз. Круто, круто. Ну, ну, вот так вот и все красиво. Три-два выиграли. Гол! Три-два. Так смысл от этого вратаря, который вместе с мячом в ворота залетает? Вратарь должен быть твердый. О, да, Ахита в следующий раз так скажешь. Так Ахита, он в принципе не ловит, понимаешь? Она-то ловит, но почему-то вместе с мячом всегда залетает. Типа, Ахита, он в принципе не ловит. Три-два претензии тяжелее. Ему в этом плане нет претензий. На последней секунде первого тайма с наукицом вырывается. На последней секунде. Как всегда, на последней секунде. Мы можем их сделать. Можем и должны. Кончилась лафа. Этой парадизии не светит. Ничего. Те-те-те нам просто повезло. Мы хорошо отыграли только в конце. Вообще слабо. Боюсь, что еще одной атаке мне не выдержать. Ты сможешь, Рокет. Че? Глупный. Эдиотизм. Мы можем их уделать. Я это чувствую. С этим никто не спорит. Это был первый тайм только? Блин, а я уже на победу надеялся. Только как это сделать? Они будут держать меня, а я пасую тебе. Этого они не ждут. Меня ведь все эгоистам считают. А ты и есть эгоист. Реально. Ну, можно попробовать. Второй тайм подходит к концу, а Snow Kids по-прежнему ведут 3-2. Ой, сейчас сравняются. Сейчас будет опять правило золотого голода. Проваливаться в защите. Вы можете сами не забивать, но не дайте забить себя. Да хватит, но он молодец Ахита. Что такое динамичное, вообще без сюжета на матч показывают. Чисто нарезка. Лучших моментов. А это в ногу было, это штрафной. Не сдаёмся. Готово. Всегда готово. Кажется, Джок намерен сравнять счёт. Ну, нет, ну, нет, аааа. Нет. Ахита, я в тебя верю. Ахита, как никогда верю. Ахита. Ну, Ахита. Он что, специально от мяча выворачивается? Такой, типа, блин, только не мяч. Он такой, я сейчас щучкой назад. И реально. Вот такой, блин, боюсь фиолетовый поток. Гол! Мяч в воротах. Команда Парадизия сравнивает счёт. Ты как, что золотой гол? Золотой гол. Золотой гол пошёл. Или нет, а ещё тайный закон закончился. И время матча истекло. Основное время полуфинального матча закончилось со счётом 3-3. Теперь серия пенальти. А, пенальти. Ты знаешь этого, Ахита? Как лучше его пробить? Никак только что пробила. Что за вопрос? Разбегаешься и бьёшь? В душе ты от них так и не уходил. У меня хоть душа есть. Не зли меня, капитан. Как лучше пробить Ахита? Ты же знаешь. Его слабые места. У него слабых мест нет. Это Ахита, всем понятно. Ой, ну на таком моменте, типа, скажет и скажет он ей. Да, да, да. Не скажет? Скажет. А мне кажется, нет. Ну и он скажет, какие места у Ахита? Ахита идеальный вратарь. Когда выворачивается от мяча. Не знаю, мне кажется, у него ни стада, ни совести уже нет. У этого? Да. А этот, да, этот уже давно. Это уже провальный персонаж. Его как в первом сезоне по сосным сделали, так он и по сосным 3 сезона подает. А он мне нравился вначале. Пока не стал высокомерным. Так он всегда был вот таким. В первой серии он уже такой, там, стебал Майза нашего. Нет, он сначала крутых был каким-то, а потом уже такой. Ладно. Ну, смешно, смешно, но мне кажется, в пенальте уж наши должны выиграть. Не, нормально, динамичный матч довольно-таки. Ну, такой, знаешь, не вот, вот именно, что матч такой, не сюжетный. Он матч чистый из нарезок. Это нарезка, но она была динамичная. Да, нарезка хороша, но хочется матч такой полноценный смотреть, чтобы, типа, кто как, что кого, зачем, почему, вот это вот все. Я так понимаю, так сделали, потому что они примерно на равных выступают. Да? В принципе, ну, серия, скажу, такая. Мне не сильно прям она понравилась, типа, немножко. Ой, смотрите, избаловали его вот этими хорошими сериями. Не знаю, я радуюсь. Не сильно продвинулся сюжет, мы поняли, что пираты все разузнали, сломали какой-то механизм, все. Это все, что было в сюжете сегодня. Всех освободили. Арчи пою немножко подружился, здесь показали матч, но в целом такая нормальная серия. Нормальная серия, да. Вот. Ладно, спасибо за просмотр. Обязательно поддержи канал, подписывайся, ставь лайк, оставляй комментарий, пиши, как тебе серия, как тебе реакция. Залетай в телеграм, у нас там общение, нонс, подписывайся на бустер, они доступы к эксклюзивы. И увидим с тобой в следующей серии. Все, пока. Пока, пока. Пока.